Весна! Весна прекрасна! Весна очевидна! Приехали мы на Московскую посмотреть запустили ли фонтаны. Как видно их не запустили. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. А вот там большой фонтанный комплекс. Сейчас тоже посмотрим, как он выглядит. Скоро сюда пойдет вода, и скоро будет здесь музыка играть, и фонтаны бить, и куча людей, скейтеры, велосипедисты, дети, взрослые люди. Кайф! Три бравых товарища приехали во дворик, где мы с Саней раньше снимали квартиру. Хорошенький дворик. Окна выходили как раз вот сюда, а дом он за елками. Вот этот дом. Седьмой, по-моему, этаж. Какие были времена, какими мы были все молодыми. Мои, м clicking. Продолжение следует... Продолжение следует... Может, а рядом? Ну, конечно. На его горбу, знаете ли, очень здорово ходить по магазинам. В общем, набрали тут в первую очередь. Золотеньком начали. А это ухо. Чем пахнет? Ухом? Ухом пахнет. И что, нет? И ты это есть не будешь, ты мне хочешь сказать? Серьезно? Мы ради тебя старались. Давай, ешь. Вот, дает. О, 228 рублей. Закусы мамы. И вкусницы. В общем, Саня колбасы выпросил. Конечно же. И пастурмы немножко. Муки у меня дома не было, поэтому взяла булку. И хлебушек. Заодно сало. Взяли капустку, квашеные капустки. Буду щи варить. Яйца. Но при этом сейчас вот надо куличи уже, кстати, делать. И яйца красить. Ну, пока яйца такого для использования. Домашнего, хозяйственного взяла. Ребрышки. Акция была. Захотели взять. Ладно, и кусок свининки, и кусок печени завяжей. Саша хочет салат. С печенки. Ну, а тут всякие яблоки, картошечки и так далее. А что ты скажешь, я тебе ухо купила, ты есть не стал. А колбаску я тебе не дам. Правильно. Жизнь – это какие-то повторяющиеся паттерны. Просто они каждый раз слегка другие. Вот каждый год одна и та же ситуация. Каждый год это выглядит несколько иначе. Это вот одно из стандартных весенних мероприятий. Переборка детского шкафа на предмет вещей, из которых они все выросли. А вырастают как-то вот скачкообразно. Еще несколько месяцев назад там какое-нибудь платьишко было в пору. Прошли эти пресловутые несколько месяцев, и платье уже по пояс. Ну, тут, конечно, может быть, неправильно там вещь постиралась, посушилась. Но нет. Дети растут. Вот сейчас, пока мне здесь в комнате никто не мешает, вытаскиваю платьишки и буду просить вечером их перемерять. Хотя вот из этого точно уже человек вырос. Поэтому смело можно убирать и освобождать в мешок. Еще это, кстати, хороший повод пересмотреть школьные вещи, потому что, ну, все-таки первый класс ребенок уйдет. Помимо того, что в любом случае, конечно же, новые вещи для младшей мы будем покупать, но что-то в приличном состоянии осталось же и от старшей. Ну, и вот как раз, например, платьишко. Вообще, оно в отличном состоянии, его только чуть-чуть вот немножко нужно подшить. Или даже не подшить, а просто хорошенько прогладить в одном месте. А так, мне кажется, отлично. Платье – это вот то, что в первом классе у меня мира чаще всего носила в школу. Зимой были штаны, блуз, капиджак, а такое в теплые моменты как раз вот платье было максимально удобной одеждой. Я почти справилась. Остались носки. А так уже вот все перебрала, и у меня тут две огромные кучи, точнее четыре. Одна куча на выкид испорченной одежды, одна куча буду отдавать-раздавать, одна куча на перемерку, потому что я не очень понимаю, выросли дети или не выросли, и даже небольшая кучка стирки. Вот так вот. Но самое сложное – это, конечно, носки. Чего-то как-то их много, и пары вечно теряются. Еще раз по новой перебрала те вещи, которые планирую отдавать, как-то реализовывать. Буду сегодня пробовать приложение, которое недавно нашла, называется Swap and Drop. Я уже в Телеграме небольшой постик на эту тему написала. В общем, сюда буду выкладывать. Что за приложение? Ну вот, как я и сказала, это приложение, в котором можно продать или обменять детские вещи и разные детские принадлежности. Отфотографировала сейчас футболки и выставила. Буду надеяться, что получится пристроить, как-то обменять это все. Ну, чтобы вещи поработали, и они попали в руки людям, которые в этом нуждаются. При регистрации получаешь на счет 3000 свопов. Это вот такие внутренние баллы именно этого приложения. Их можно потратить на те или иные нужные вещи. И вот когда сам размещаешь одежду, например, получаешь баллы. И этими баллами можно обмениваться среди родителей. Swap and Drop работает по всей России. Поиск приложений с помощью карты и вот по очень удобным категориям. Самое главное, что мне нравится в этом приложении, оно заточено именно под детские принадлежности и вещи. И вот основная суть в обмене вещами между ответственными родителями. Ну, вот прям как обмен положительной энергией. Приложение есть под Android и iOS. И вот если кому интересно, ссылочки оставлю в описании. Ну, вот это отфоткала. Не так много времени на самом деле занимает. Вот у меня тут объявление уже на модерации. В итоге у меня насобирался целый огроменный мешок. Я его сейчас тоже буду выставлять, наверное, отдельным лотом. И уже как раз вот за внутреннюю валюту, за свопы. Мне кажется, смысла нет за деньги вот это все продавать. Потому что, ну, это вещи. А у меня, тем более, они после двух детей. Ну, какие-то действительно там были любимые. Но они в приличном еще состоянии. Какие-то практически вообще не ношенные. Но я не вижу смысла это продавать за деньги. Мне проще это вот все действительно обменять. И в этом плане приложение, конечно, интересное. А еще тут можно обмениваться вот этими баллами. Ну, например, понравилась какая-то вещь, тебе не хватает свопов. Просто просишь подружку. Пришли мне недостающие баллы. Она тебя присылает, и ты эту вещь приобретаешь. Ну, в общем, классное приложение. Ну, и со шкафом я закончила. Теперь я иду в коридор. Там у меня темновато, поэтому, наверное, камеру уже ставить не буду. Но суть того, чем я буду заниматься, это убрать зимние там сапоги, зимние шапки, шарфики, варежки теплые. И все это сложить на хранение до следующей зимы. Ну, а что-то, кстати, может быть, что-то я там найду тоже, что можно будет отдать. Из чего дети уже выросли. Весна у нас. Ну, вот Саня распробовала вкус к велику уже с детьми. По садам, по школам ехать 2 секунды. Больше времени он спускает. Мне кажется, что я больше от плени идти пешком. Да, думаешь? А не от того, что... А что они на машине тогда? Ну, машина, наверное, вдоль. Ну, тут тоже не быстро, пока ты спустишь велик. Пока ты его там пристегнешь. Ну, такое себе. Ну, ладно. Чем буддистка не тешилась, ему худеть надо. По секрету, по всему свету. Но все-таки меня вот больше убивает вот это. Песок. Песочный след. Просто. Ну, вот как весна, так, конечно, здесь просто полный дом песка. И вот на самом деле доходит сейчас до того, что я вот эту вот швабру просто в течение дня на базу даже и не ставлю. Она у меня просто стоит вот здесь в коридоре. Потому что мы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда целыми днями бегаем, вносимся. И здесь просто песочное царство к вечеру. А я вот это вот, ну, просто терпеть не могу. У меня если вот на тапки или на голую ногу какой-то песок попадает под пятки, я, я в ужасе. Так что, работай, братцы. Псятина моя волшебная, а? Что ж тебе ухо-то не понравилось? Ты мой хороший псыныч, псыныч. Кстати, на день рождения Зои мы берем с собой собак. Вот. База отдыха, на которую можно привозить собачек за дополнительную плату. Так что поедет и мама с рысью, и Ирбис с нами тоже поедет. А сегодня мы так чудненько накатались на велосипедах. И пока ходили по магазинам, увидели ребрышки, поняли, что ну вот-вот просто нужны ребра. А у нас наш замечательный сосед, он повар, все-таки по профессии. В профессии есть такая повар. Вот. И мы такие, хм, а что я всегда готовлю? Давай-ка мы ему дадим эти ребра, каких-то там соусов какие у нас есть. И пускай он там в своей духовке, в которой он, кстати говоря, хвастался. У него газовая такая, знаете, классическая духовка с плитой. Пускай он намутит как надо. Так что мы сегодня будем оценивать прекрасную готовку. Вот. Я запеку дома сейчас картофель бэйби. Самый такой классический, обычный. И будем прекрасненько подчивать вечерком. Кстати, шикарный на самом деле маркетинг. Что делать с мелкотнёй, да? Обзови её картофель бэйби и продавай порционную. Просто шикарно. Чем приколен картофель такой? Тем, что он внутри мягенький, как пюрешечка, а снаружи с хрустящей корочкой. Просто изюмительно. Буду добавлять и под конец ещё свеженькую, и свежего чеснока тоже под конец. Не люблю, когда он становится зелёным после запекания. Поэтому сейчас сухим пока посыпаю. Ну всё, что, в духовку. Посмотрим, как это всё будет вырыгать. Хороша чертовка получилась. Как это, нечего. Привели детей из школы. Тут у нас гости. Давно не виделись, да? Очень давно. В темноте сидим чё-то. Тортики. Повар через 10 минут придёт, да? Кто? Повар. Да, повар. Мы нашли классный способ готовки еды. Мы купили ребра. Повару. И просто отдали их наверх. Он нам приготовил и скустит. Да? Да. Правда, классно? Это отработка самогодного аппарата. Вот он у нас. Великолепный ужин. Дождались мы его. Ароматы-то стоят невообразимые. Ну, нельзя сказать, что это супер хороший и правильный пример. Ну, на самом деле, я вот в своё время тоже очень любила наблюдать, как другие люди играют за компьютером, в компьютерные игры. И для меня это было гораздо интереснее, чем играть самой. Он только уже который день подряд сидит, вот так вот наблюдает, как он играет. Что это, ведьмак? Ты его ни разу не приходил? Ну, я не в первую, у него вторую часть не играл, а третью купил, не помню, по какой-то акции. И что-то у меня всё... Мне постоянно что-то в нём не нравилось. Это у меня где-нибудь какой-нибудь медведь грёбаный убьёт шестого уровня. О, у нас гости. У нас, как обычно, полный дом гостей. И мы обычно детей не предупреждаем, что к нам кто-то придёт, чтобы для них это был сюрприз. Не угадала ещё кто? Давай отгадывай, что там быстро. Уже скоро придут. Надо быстрее отгадывать. Тётя Юля! Нет, я же сказал нет. Ну, когда, скажите, это мальчик или девочка? Тётя Юля завтра придёт. Я же говорю, вся неделя в гостях у нас. Ну, они завтра уже после школы к нам приедут. Давай быстрее, кто? Кто, пока не пришли. Можешь мне подолкать загадку, это мальчик или девочка? Это мальчик и девочка? Да. Это и мальчик, и девочка. Кто приедут? А ещё мальчик и мальчик. Три мальчика и одна девочка. Давай быстро, быстро. Ответ. Я не знаю. Ну, иди тогда встречай. Может быть... Максим! Максим! Привет! Привет! Вам надо было вчера приезжать. У нас здесь такая тусовка была. Внезапная. Мы как-нибудь сегодня. Аня, я хотела тебе показать нашего хомяка. Хомяка. Довольчик, да, такой. Ой, ты какая-то булочка-плюсечка. Я ему всегда глаза открываю. Он такой расплющенный. Он всегда такой расплющенный. Да. Он когда на пол встаёт, он вообще... Хорошие гости со своим приходят. Просто молодцы. Пиццу привезли нам. Что ты тут скачешь? Я пытаюсь достать беляшку. Возьми. Они наконец-то у нас. Кто? Они мы у них. А, ну да. Бывает. Не завтра. Такой редко бывает. Не планировали. Приятно, нам приятно. Я вообще в гости-то не хожу без предупреждения обычно. Слушай, мы всегда живы. Любитель такого. Чего, людьми, любитель? Нагрянуть в гости. Я к Соливону так же хожу. Я ему звоню, говорю, спишем. Говорит, нет, открывай. В смысле? Такая тишина грустная, печальная, когда гости-то уходят. Эх. Я впервые, впервые, реально впервые делаю куличи. Ни разу никогда их до этого не делала. Взяла рецепт Оксаной Путан. И вот по этому рецепту как раз и делаю. Здесь у меня цукаты, сушеная клюква, изюм. Все-все-все. Формочки. И еще немножко теста отложила. Вот здесь с шоколадом. Ну, такие булочки с шоколадом. Вот сейчас третий раз поднимутся. И буду уже выпекать и делать глазурь. Что получится, не знаю. Вкусно-невкусно будет известно потом. Ну, такой процесс. Довольно-таки долгий, как выяснилось. Вот ключи с утра, как выглядят. Они у меня почему-то, ну, не поднялись. Так как должны были формы большие. Они растеклись больше. Вот. Пришлось обрезать это все. Сейчас у меня и девчонки завтракают. Будем яйца карасить. Сейчас чуть-чуть подасты. Вполне себе симпатичные яйца получились. Но что-то такого сказать по поводу не могу. Нормально. У нас реально получается неделя друзей. Вчера опять Кристина с детьми заезжала. Посидели. А сейчас мы к ребятам едем. Тоже чай попить. Прекрасно, я считаю. Как бездомные бродим. Так, мы все это время дома сидели. Это сейчас мы решили. Все как бездомные бродим. Все как бездомные бродим. Кристина вчера привезла два кулича. Так как мои куличи есть невозможно. Они не удались. Вот без зуб один. Который мы вчера не успели доесть. Ребята. Что там, ядло яйцо. Мы так принято. Мы отменились вот этим всем. Вот мы и на месте. Тут уже все подсохло. Травушка, муравушка. И сегодня очень повезло. Ветра нет. Просто чудесно. Ну ладно. Пойдем. Приветули. Привет. Держи, там яйцо и кулич. Я видела. Господи. От Кристины поди. Слушай, да. Я сделала куличи. Они у меня не удались. Ты сделала? Что? Да. Я прикину. Ну что, пошла пить кофе. И несложно ждаться общением. Спасибо. А ты что, куличи? Да. Да. Он не как кулич. Я хочу попробовать. Я хочу попробовать уже. Красота. Что его с собой увозить? Надо его прямо сейчас, мне кажется, съесть. Или тут рассадушка. Наверное, какие-нибудь перцы. Или что-то в этом роде. Не знаю. Все, ты занята уже, да? Я просто хочу. Вот, смотри, Макс, только есть зелень для броня. Красота. Да, это прикинь, как Беларусь уезжает мне своего зайка. Ой, красивый какой, большой. Это Филипп Семенович. Филипп? Да. Тут еще. Обалдеть, конечно. Огород будет великолепный. А Дима там, это, от кротов избавляется. Хорошо, вошел. В сантехническое отверстие, да? Тебе понравилось, я смотрю, да? Чуть-чуть, оп, подумаешь еще. А можно повторить? Иди! Привет, Том. Что ты там с разными предметами-то, куда? Блин, клубчик болит теперь. Вот так. Открываем сезон. Видишь, просто ощущения немного? Кайпушечки. Каждому ребенку нужен кусочек хаоса на участке. Картошечка. Они ее в крахмале обсыпают. Картошку сырью крахмалом и вот так вот запекают. Прикольно, хочу попробовать. Самый главный игрок. Вырванные палки. Это пипец. Все, короче, я тебе научилась их готовить. Все неправильно сделала. Просто надо слегка обжарить. Бывает. Нет, первые классно получились. А эти в духовку не надо было. Но мы попробовали. Теперь знаем. Да, теперь знаем. Вы здесь поселка, просто тут магазинчик есть. Там продаются вот такие сырные палочки и рыбные палочки. Вот я думаю, что мы домой себе возьмем. За стол надо всем уже. Сырные палки я очень хочу попробовать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok